Давненько не обращался к этой теме Хотя наверное зря Тема очень актуальная Тема очень распространенная Среди людей Она может касаться любого человека На любом этапе его жизни Включая внутриутроб Потому что эта проблема может появиться В организме даже Когда человек находится еще в утробе мамы Я имею ввиду глистовый паразит Если раньше я вам рассказывал Чем это опасно Сегодня я немножечко и покажу Насколько это опасно Поэтому я попросил бы детей Впечатлительных людей На время убрать от монитора Потому что Не всем это будет приятно И всем это будет Интересно наверное В такой мере А сами потом решите кому показать это видео А пока люди уходят От монитора Вы можете подписаться на мой канал Легко и просто Потому что несколько видео есть Конкретно на тему удаления паразитов Ну а большинство из тех Которые присутствуют Показывают фактически Осложнение вот этого носительства Потому что Сложно сбалансировать питание Когда паразиты кушают первыми И гадят ваш организм первыми Вы еще ничего не усвоили Организм уже грязный Потому что у него нагадили паразиты Ну и собственно название паразиты Оно само о себе говорит Это организмы которые готовы паразитировать И питаться за чей-то счет Вот Ну теперь подробнее о них Знаете Самое главное конечно в этом вопросе Это диагностика Конечно определили Понятно то что то нужно делать Ну если Если бы Вы увидели Вот нечто похожее В продуктах питания Да На столе В окружающей среде Это яйца паразитов Скажите Вы занесли бы такие вот Гадости в свой организм Думаю что нет Ну паразиты бы тогда не размножались А эти яйца их Они видите по размеру Где-то близки к куриным А на самом деле Они увеличены в 600 раз И вы их не видите Вы легко можете их Ввести в свой организм Ну конечно Ну вы этого не хотите Но внести можете И тут конечно вопрос в диагностике Конечно есть легкие в диагностике случаи А есть сложные Конечно если Вот Такой вариант Носительства Да Видите Поза всадника Между ногами мошонка Которая по размеру Несколько ведер Да там тоже живут паразиты Такой вариант диагностики Ну просто не представляет У тех сложностей Потому что Понятно Тут Все видно невооруженным глазом Где еще видно Невооруженным глазом Ну При наличии паразитов Конечно Есть синдром интоксикации Всегда он есть Потому что паразиты Оправляются в организм Не наружу А в организм И какие-то дефицитные состояния То есть Дефицит Белков Чаще всего Дефицит витаминов Микроэлементов Потому что Эти продукты Белки Долго перевариваются Соответственно Паразитам Проще их ухватить В пищеварительной системе И не дать вам Ну а витамины Микроэлементы Они берут легко и просто Для своей активности Жизнедеятельности Поэтому тут конечно Сложно сбалансировать питание Если паразиты есть Зачитно проще Когда вы их удалите Ну самый распространенный Вид паразитов На советском пространстве Конечно это Аскорида Конечно такую аскориду Вы Не заглотили бы В свой организм 40 сантиметров длиной Чуть поменьше 20 Но тоже велика Ну с одной стороны Очень частый паразит Примерно 15-20% Населения его носит Вот С другой стороны Сложно определить По той простой причине Что нужно смотреть Кал Нужно смотреть Там яйца паразитов Заражение Чисты То есть аскорида Живет При нормальном стуле Порядка двух лет Если склонность К послаблению Вода полтора Она просто Находится в кишечнике В активном состоянии Двигается И пытается Ну скажем так Двигаясь Навстречу пище Она кушает Параллельно И вот ее Фактически Нахождение в кишечнике Зависит от ее подвижности Чем подвижнее Тем дольше Может находиться Слабая аскорида При поносе Она вылетает При запорах Она живет дольше Почему не советую Использовать В лечении Синтетические препараты И готовиться нужно Обязательно нужно Готовиться к лечению Вы знаете Я вам сейчас покажу Картинку У меня похожий Случай Но не до такой степени Дошедший В моей практике был Мужчина рыбак Занимался Рыбалкой Естественно Как вы понимаете Там руки Особо не помоешь Пища шла Не всегда Хорошо обработанная Плюс рыба Сама по себе Это один из переносчиков Некоторых видов паразитов Было их достаточно много И я назначаю Мягкую систему Постепенного удаления паразитов Потому что Потенциально Я вам нескольких покажу Ну на картинках На фотографиях А потенциально Их 150 видов То есть Очень много Всех вам запоминать не надо Есть просто признаки Наличия паразитов Вдутие живота Урчание Нерегулярный стул Изменение аппетита Изменение настроения Синева под глазами Тоже может указывать На паразитов Прыщи Различные высыпания Псориазы Различные покраснения На коже Все что угодно Может быть В организме Почему Потому что Паразиты Увы Кушают Увы Гадят И эти признаки Могут появляться Ну вот Тут конечно Очень опасный вариант То есть Очень много Определить Сколько Ни один лабораторный Анализ Вам это не сделает Вы видите Здесь кишечник Забитый Просто паразитами Конечно Это уже Посмертный Препарат Мне повезло Немножко больше Вернее Моему пациенту Было Похожее Носительство Похожем Объеме Ему Удаляли Супруга Медсестра Она решила Что я буду Морочиться с ним Месяц Дам ему Сразу Дала Сразу Аскориды Забили Кишечник У него возникла Непроходимость Кишечника Правда Она успела Мне позвонить Сказать Вот После вашего Лечения Мой муж Попал на операцию Правда Когда Перезвонила Через пару дней Извинилась Сказала Что Хирурги Полтора часа Доставали Аскориды Из его кишечника Слава Богу Все решилось Хорошо То есть Привезли живым Прооперировали Вовремя Но Вы знаете От такого Носительства Никто не застрахован Для того Чтобы забить Кишечник Достаточно Несколько десятков Аскорид Чтобы они сбились Так Клубком И перекрыли Просвет кишечника А в данном случае Разорвали Ну Видите Приступ аппендицита Вот Тоже Аскорида Зашла Аппендикс Вызвала боль Да Пошли хирурги На аппендектомию Увидели Зашедшую туда Аскориду То есть Такие ситуации Они есть Они Могут быть И вот Для того Чтобы Обезопасить себя Первое условие Что вы должны делать Вы знаете Спешка нужна При ловле Блов Во всех Остальных случаях Особенно Если вы собираетесь удалять паразитов Никуда торопиться Паразиты Да Жили годами В вашем организме Кушали годами Газили годами Удалять их нужно Постепенно Вы не можете Да Вы можете сделать Кал Посмотреть Там Яйца Определенных паразитов Можете Иммунологическими методами По антителам Определить Есть Нет И ни один Нет От вам не скажет Сколько Кроме хирургии Конечно Разрезал Хирург Посмотрел Пересчитал Сказал Сколько было Можно таким образом Удалять паразитов Но лучше Наверное Все таки Травками Питанием Постепенно Вытеснить Из вашего организма И создать условия Чтобы они по новой Сюда Не заходили Больше Потому что Иммунная система Тоже работает Но пока Паразит на уровне Яйца На уровне Начальных Личиночных стадий Вот там Иммунная система Работает Она может удалить Паразита Если паразит Увеличился в размере Никакая иммунная система Уже с ними справится И Ну это нереально Но вот Аскориды Вот вы увидели Финальный вариант А промежуточный Он Значительно проще Аскорида Просто Она мигрирует По кровеносному руслу Она может Из кишечника В нормальных ситуаций Яйцо Кишечники Переварилось Личинка Вошла в кровь И оседает Либо в печени Либо в легких Живет там Три недели После этого Она спускается В пищеварительную систему И там Как я вам объяснил Около двух лет Может жить Уже видев Взрослая аскорида Где она может Вырабатывать Если самочка Яйца Если самец Он будет эти яйца Оплодотворять И опасность Для других членов Семи Тоже появляется Но самое неприятное Когда аскорида Мигрирует Потому что Она нарушает работу И печени И печени И легкие Ну Печень я вам не покажу А вот легкие Они очень показательные Вы видите Легкие хомячка После того Как туда попало Несколько сотен Возбудителей аскоридоза Вы видите Дырочки Это инфаркты Легкого То есть Аскорида Заходит туда Она живет В альвеоле Она там Три недели Дозревает Потом она Эту альвеолу Разрывает Часть легкого Разорвана Там образовался Инфаркт Легкого Ну и она Спускается С мокроты Уже в кишечник Примерно То же самое Происходит И с печени Когда туда Попадают аскориды Поэтому Лучше конечно Предупредить Лучше Предотвратить Как Я это знаю Вы видите Мои контакты Легко можете По ним обратиться Вот Ну Аскориды Как вы понимаете Они живут Основная масса Ну и паразиты Большинство из них Живет в кишечнике В пищеварительной системе Им не нужно бороться За пищу Вы им Сабитова Подкладываете Они оттуда Ее легко берут Поэтому Там Самое простое место Печень Поджелудочная Кишечник Тонкий Толстый Там паразиты Они Просто колонизируют Ваш организм Разделяя его На определенные Зоны влияния Если аскорида Она Царится в тонком Кишечнике То скажем Астрица Это в толстом А анкилостома Ее Самое излюбленное Место Ее назвали Анкилостома Дуоденали Она занимает Денадцатиперстную пешку Ну и провоцирует Как Гастрододенит Так и Дискинезию Двенадцатиперстной кишки Ну а параллельно Там и панкреатит Подключается И холецистит То есть это уже Как бы Темы Рядышком Расположенных органов Поэтому Тут такие варианты Возможны Но Вы понимаете Кишечник Это Хорошая зона Но Аскоридам Хочется больше Вернее Аскоридам А другим листам Им Очень Хорошо Комфортно Жить В некоторых Других зонах Поэтому Видите Если присмотреться Глаз Попробую поближе Поднести к камере И там внизу Червячок Который просто Великолепно Там себе Находится Его хорошо Он хорошо кушает Там есть питание К счастью Не растет большим Местом Не позволяет А в кишечнике Тут возможны варианты Вот Ну вот Один из вариантов Правда Не пугайтесь Сразу скажу Увеличено Во много раз Вот это головки Цепь невооруженного И невооруженного Видите Крючья Которые он крепится К кишечнику Увеличено Во много раз То есть Ом 65 раз Увеличено То есть Она реально Очень маленькая Тоненькая Как волосинка Вот Но Вы знаете Вот Когда вот такая Конструкция Впивается в вашу Слизистую И кушает Оттуда Хорошего мало Но кушает Он не только Оттуда Он может Кушать И совершенно В другом месте То есть Он кушает Сей поверхностью Вот это Вот Тут уже не увеличено Тут уменьшено Вы видите Цепень В уменьшенном Состоянии То есть Ну такое Занимает Один полулитровый Банк Кушает Апетит Очень хороший Истощение Если у человека Снижен аппетит На этом фоне Если цепень Есть Человек ест Второй бутерброд Начинается Тут же За первым Без перерыва Потому что Такого гада Прокормить Надо иметь Хорошую пищеварительную Систему Но Такие варианты Есть Ну Тут уменьшено Я вам покажу Насколько уменьшено Вот это Вот Ширина В натуральную величину Да Видите И представьте Вот такая вот Ленточка Длиной Метры Если взять Цепень Скажем так Свиной Это 5 метров Если бычий Это 10 метров В длину Напомним Ваша пищеварительная система Тонкий кишечник 8 метров То есть Ему Десятиметровому Там сложно Поместиться А есть еще Любители Речной рыбы В втором виде В виде Тараночки Или недожаренной рыбы А через рыбу Переносится Лентец Широкий Я вам покажу Он шире Чем этот вариант Вот И длиннее Ну Американский Исследователь Один Нашел В пищеварительной Системе Американца Цепня Длиной 22 метра Можете себе представить В три погибели Он был сложен В пищеварительной Системе Хозяина Что там Кое-как Поместиться Кушает он Через всю поверхность Впитывает Через всю поверхность У него нет В пищеварительной Системе Он просто Кушает на поверхности Гадит там же Членники Отрываются И уходят В окружающую среду Этим он Разложается То есть Пакость Неисприятный Живет По 5-10 лет Вот Поэтому Берегите себя Ну Любителям Домашних Животных Во-первых Скажем так Собачкам Паразитов Травить Надо Хотя бы Раз в 3 месяца Домашним Кошечкам Если вы Не проходите Санитарную Обработку Не проводите Своей обуви На входе В дом И вы И всех Кто туда заходит Вы У вас Нет там Влажного Половика Вы Не вытираете Обуви Домашние Кошки Занесетесь С улицы Все что угодно Потому что Бездомных Животных У нас Полно Бездомные Мыши Крысы Они домашние В принципе В подвалах Живут Но Заносят Любую Инфекцию Ну Вот Тут Для сравнения Кишечник Собачки Тут Кишечника Не видно Вы видите Возбудители Просто Лежат На Слизистой Ну Увы Один из Индикаторов Собачка Пытается Попу Вытереть Об ковер Это Раздражение Паразитами То есть Она Реально Показывает Что Паразитов У нее Достаточно Много Поэтому Берегите Себя От Таких Удовольствий Ну Тут Который вам говорил До 22 метров Видите Вот То есть Проблема Присутствует Вот Ну Где могут быть Паразиты Конечно Я вас Прекрасно Понимаю То есть Плохо Когда они В кишечнике Но есть Святая Святых Где тоже Может быть Вы Швейцарский Сверх Помните Да Вот Это Срез мозга К сожалению Посмертный Я как-то Считал На сороковой Дырочке На этом Срезе Я сбился Со счета Сколько Паразитов Было Реально У этого Счастливца Мне сложно Сказать Но В любом Органе Могут Быть Паразиты Они Могут Жить И в мозгах И в мышечной Ткани Там тоже Очень часто И под кожей Вы знаете Очень много То И не паразиты Они хотят Паразитировать Вопрос В другом Что делать Для того Чтобы От этого Добра Избавиться Вот тут Как вы понимаете Вариантов Масса И дать вам Рецепт На удаление Каждого Из 150 Видов Паразитов Из Организма Человека Ну Конечно Теоретически Возможно Но Представляете Ситуацию Я вам Я вам Уже Рассказал Что Паразиты При Плохом Уровне Гиены При Слабом Мимитете Они Заходят Не по одному Вы не Видите Вы не Можете Сказать Ага Вот тут В этом Салатике Лежат Аскориды Я есть Не буду А вот В том Винегретике Лежит Анкилостома Ладно Съем Она маленькая Малое Место Занимает Много Не ест Вы не Можете Себе Этого Определить На входе Есть Определенная Система Питания Которая Позволяет В разы Уменьшить Поражаемость Паразитами Заход Паразитов Ваш Организм Есть Определенные Рекомендации По Иммунитету Как Делать Так Чтобы Из Десяти Зашедших В организме Развилось Только Два А Восьмерых Все-таки Иммунная Система Вывела Ей тоже Нужно Что-то Кушать Поэтому Когда Паразиты Заходят Ей нужно Просто Помочь Это Сделать Чтобы Паразиты Не развивались В вашем Организме Пусть Лучше Они Накормят Вашу Иммунную Систему Поэтому Вариантов На 150 Видов Паразитов Как Вы Понимаете Сложно Дать В одном Видео Но Можно Вопрос Кто Знаком С Математикой Попробуйте Просчитать Сколько Может Быть Вариантов Схем Лечения Когда Паразиты В произвольном Виде Комбинируются По 250 Но По 2 Чаще Всего Их При Низком Уровень Ей 3-4 Реже 5 Потому Что Дальше Организм Просто Это Не Выдерживает Они Начинают Изнутри Седать Поэтому Если Вас Заинтересовала Эта Тема Если Вы Понимаете Что Паразиты Это Опасность Которой Нужно Аккуратно Очень Аккуратно Прежде Все Безопасными Средствами Избавляться Вы Видите Контакты Вы Можете По Ним Обратиться И Получить Более Квалифицированную Помощь И Подскажу Вам Как Сделать Так Чтобы Опять Так Напомню Как Сделать Так Чтобы Мягко Подготовить Свой Организм К Удалению Паразитов Мягко Их Удалить С Максимальной Безопасностью Для Вас И Как Поднять Активность Иммунной Системы Для Того Чтобы Новые Паразиты Не Так Легко Им Было Заходить Ваш Организм Отсюда Зависит Ваше Здоровье И Ваши Активные Долголетия Кстати Те Кто Не Успел Подписаться На Мой Канал Вы Это Легко Можете Сделать Здесь Есть Форум Подписки Можете Подписаться Если Вы Считаете Что Это Видео Вам Принесло Какую-то Пользу Вы Что Для Себя Полезное Подчеркнули В этом Углу Экрана Внизу Можете Поставить Плюсик Можете Отметить Это Видео Как Понравившееся Если Вы Считаете Что Кто Из Ваших Друзей Знакомых Тоже Может Его Посмотреть И Тоже Что Полезное Подчеркнул Не Вопрос Кнопки Социальных Сетей Вы Видите Вы Можете Легко Этим Видео Там Поделиться Я думаю Что Вам Будут Благодарны Другие Люди Потому Что Информация Часто Подается Немножко В извращенном Виде Все Говорят Да Паразитов Сегодня У вас Они Завтра Мы Выведем Да Я вам Показывал Кишечник Забитый Аскоридами Знаете Одна Аскорида Погибшая В кишечнике Это Примерно 20 Грамм Знившего Белка Вы На Этом Количестве Когда Оно Будет Проходить Через Почки Потеряйте Тысячи Нефронов А Две Почки Содержат Исходно При Вашем Рождении Хорошие Почки Миллион Две Аскориды 20 Тысяч Нефронов Вы Знаете Попасть В почечную Недостаточность На Таком Типа Удалении Паразитов Легко И Просто Лучше Уж Вообще Не Трогайте Живите С ними Во всяком Случае Человек Продолжительность Жизни Человека Значительно Больше Чем Жизнь Одной Аскориды Полтора Два Года Дальше Она Не Живет Средняя Продолжительность Жизни Человека Больше Правда Качество Другое Будет Я Понимаю Что Накормить Аскориду Это В принципе С одной Сторон И не Сложно Одну Десяток Сложнее А сотню Очень Большой Риск Поэтому Если Вы Хотите Все Таки Правильно Проводить Лечение Вы знаете Не кавалерийскими Налетами Я этим Занимался Вы знаете После окончания Института Когда увидел Одного Счастливца В анализах Кала Яйца Паразитов Определены Ооо Дал Один Препарат Препарат Убил Источник Понятно Не попасть Сложно Зная Первопричину Вы знаете Когда я посмотрел На этого Счастливца С утра Я понял Как я был Неосторожен Потому что Лицо Европейца Изменилось И стало Лицо Ну знаете Человека Азиатской Национальности Когда узкие Щелочки А с двух сторон Громадные Отеки были Потому что Я понимаю Что белок попал Белок разрушенный И почки Легли А почки Не восстанавливаются Паразиты Восстанавливаются Они зайдут Потом еще С легкостью В этот организм Потому что Он уже ослаблен А вот почки Восстановить Ну можно Конечно Одна почка Подержанная Кстати Уже кем-то Немножко Изношенная Без нужного Количества Нефронов Это 50-150 тысяч долларов И пожизненный Прием Иммунодепрессантов То есть Препаратов Которые давят Иммунную систему И вы знаете И бактерии И вирусы И паразиты На таком Лечении Еще легче Будут заходить Ваш организм Тут уже Об иммунитете Ничего не скажем То есть Невозможно Питанием Поднять иммунитет Так Чтобы Препараты Которые подавляют Иммунную систему Нивелировать Потому что Тут поднимая иммунитет Можно добиться Оторжения органов И те 150 тысяч долларов Которые вы Пересадили От другого Человека Они будут Просто Выброшены На ветер Поэтому Не стоит Экстремально Относиться К своему здоровью Это самая Большая ценность Которая у вас есть Берегите ее А если вы Подозреваете Что есть Паразиты Обращайтесь Контакты Вы видите Можете Обратиться Получите Исчерпывающую Информацию Как Мягко И безопасно От них Избавиться